Сегодняшний мой доклад, наверное, наиболее будет соответствовать теме ваших встреч, ваших семинаров, потому что он как раз-таки будет посвящен в основном иконографии, иконографии серии рельефов, которые в литературе называют рельефами Кефареда. Я здесь привожу немецкоязычное слово, хотя также встречается английское написание, но вот по такой традиции негласной, что немецкие слова звучат наиболее научно и авторитетно, привожу немецкое слово, которым обозначаются эти рельефы. И моя попытка сегодня будет не только описать иконографию этих рельефов, которая имеет довольно интересные вариации, но и представить некоторое толкование в соответствии с теми социально-политическими процессами, которые происходят на фоне появления этих рельефов. И да, собственно, объектом моего внимания будут рельефы этого типа, их иконографические аналоги, и так как я выдвигаю гипотезу, которая на самом деле строится на той литературе, в которой дается некое обоснование, как бы анализ этих рельефов, принято их связывать с Октавианом Августом, с его политикой, с его политической идентичностью, в которой фигура Аполлона имеет очень большое значение. Поэтому предметом моего внимания будет значение этой иконографии внутри идеологической политики Октавиана. И поэтому мы должны рассмотреть иконографию этих рельефов, основные элементы, вариативные и вариативные, инвариативные и вариативные черты, попытаться реконструировать ту идеологическую программу, в которой эти рельефы функционировали, и, конечно же, еще поговорить о стиле, потому что, я думаю, по первым двум фотографиям вы уже видите, что эти панники довольно интересны, потому что в них сочетаются и черты, отсылающие к эпохе классики, так и черты, которые отсылают к эпохе архаики. То есть это некоторый продукт довольно интересной эклектики, довольно вдумчивого римского формализма, римского внимания к стилю. И, собственно, да, как бы, так как я должен, конечно, признаться, что мое исследование этих рельефов, я считаю, сам для себя не до конца законченным, там есть еще что и как смотреть, но если говорить про некоторый метод, в котором я планирую дальше двигаться и изучать, то, конечно, это иконографический метод, и здесь мы, я думаю, вправе упомянуть имя Сальватура Сеттеса и его правила пазла, которым пользуются все исследователи, использующие иконографическую методологию, то есть они рассматривают все элементы иконографии, пытаются понять, как эти элементы могут существовать внутри одной системы их толкования, и как эта система толкования может быть верифицирована посредством того, что ни один из элементов не будет упущен, ни один из элементов не будет противоречить нашей гипотезе. Заранее скажу, что я связываю эти рельефы с храмом Аполлона Платинского, что в наиболее развернутой иконографической формуле, где Аполлон присутствует вместе с другими богами, мне кажется, есть прямое обращение к тому, как выглядел храм Аполлона Платинского, тому, какие скульптуры присутствовали в его пространстве и тому, как сам по себе этот храм и сам по себе культ Аполлона был связан для утверждения императорского культа и в целом для создания идеологии нового типа государства. Мы также будем говорить о стилистике и о проблеме римского классицизма и того, как, собственно, восприятие стиля, чем обусловлено восприятие стиля в эпоху Октавиана Августа, как одна и та же иконография внутри одного отдельного взятого промежутка времени может быть осуществлена в разных, на самом деле, стилистических системах. И вообще, можно ли говорить о римской эклектике как о существующих стилистических системах или же это нечто другое? И, конечно же, вступая в тему идеологии, тему формирования императорского культа и того, как вообще политика обуславливает развитие искусства и художественных форм, как политика и ищет, и находит определенные интересующие ее иконографии, сюжеты. Мы, конечно же, здесь находимся на почве социальной истории искусства. И, кратко, вы видите план того, о чем я буду говорить. Собственно, вот эти два памятника мы с вами уже видели. Один из них из музея Барака, другой из старого музея. И памятник из старого музея, который происходит из виллы Альбани. И здесь мы должны, конечно же, говорить с некой осторожностью, потому что, да, понятное дело, что этот памятник, который, вероятнее всего, прошел через довольно сильную реставрацию в XVIII веке, он представляет наиболее расширенную иконографию, в которой у нас есть Аполлон и Фарет, есть либация, которую осуществляет Ника Виктория. Эта либация происходит рядом с небольшой скульптурой, которую вы видите крайне правую, рядом с лотарем. Далее у нас идет Диана и замыкает шествие богов лета. Мать, собственно, Аполлона и Дианы. И это все происходит на фоне храма, который совершенно, казалось бы, да, совершенно-совершенно отличен от тех фигур, которые мы видим, потому что фигуры богов у нас выполнены в такой неархаической стилистике, а храм у нас вполне римский, использует вполне римский композитный ордер. То есть, это архитектура, которую мы видим на фоне, это архитектура римская, которая, казалось бы, ничего общего с архаикой, которую скульптор пытается репрезентировать, не имеет. И такая же архаика, неоархаика присутствует и в рельефе слева, и даже сама по себе кефара Аполлона. Это кефара архаическая, и уже в эпоху классику этот музыкальный инструмент будет изображать иначе. Эта иконография довольно скоро попадает в то, что называется компанские плиты, в, собственно, тиражные вещи, использованные в качестве архитектурных украшений. Они довольно интересны тем, что по стилистике они очень сильно отличны, что здесь у нас уже архаика не так сильно бьет в глаза, а как раз-таки обращение к стилю Калимаха, о котором мы говорили в предыдущий раз, оно более очевидно и оно более явственно. И здесь, конечно, мы должны вспомнить о том, что первые годы Принципата, Октавиан Август довольно скоро создает государственную монополию на все мраморные карьеры и в целом как бы римский мрамор, да, то есть вообще мрамор, который существовал тогда на территории Римской империи, находится в руках непосредственно государства и Принципса, что опять-таки связано с знаменитой историей о том, что Август принял Рим кирпичным и оставил его мраморным, собственно, поэтому он и создал эту монополию. И мы видим, что в мраморных рельефах, которые, скорее всего, связаны непосредственно с императорским заказом, у нас существует одна стилистика, а здесь мы видим совершенно другую. И это интересно тем, что в целом для римского искусства характерна определенная социальная стратификация стиля, что памятники, которые создаются для одного заказчика, для заказчика определенного социального происхождения, они будут стилистически отличаться от, например, памятников, которые связаны с государственным заказом, с императорской семьей. И здесь такой вариант укороченной иконографии, когда у нас нет ни алтаря, ни скульптурного изображения, ни аполлоновской триады, но существует ника Виктория, и существует Аполлон, и существует акт либации, то есть акт жертвенного проливания жидкости воды или вина на сосуд, который называется фиал. И это довольно важный ритуальный жест, который Рим перенимает у Греции. И, конечно же, сама по себе эта иконография нас должна удивить тем, что одно божество совершает жертвенное действие, ритуальное действие по отношению к другому божеству, то есть ника Виктория совершает либацию Аполлона. Два других памятника. Кампанская плита чуть-чуть менее изящного качества и менее изящной стилистики, и плита из Кривлинского музея искусства, где, опять-таки, неоархаика и изображение амфала, то есть до пупа земли, который находился в Дельфийском святилище, который маркирует еще и определенную локацию того, что это действие происходит в Дельфах. Это довольно интересные два памятника. Первый из них представляет часть, фрагмент рельефа. Я предполагаю, что, да, это изображение лета, и что, конечно, это часть такого развернутого варианта иконографии рельефов Кефареда. Для отливки чаш, скорее всего, терра стегелата, то есть тот тип керамики, который появляется, который особенно распространяется в эпоху империи, который активно, как бы, археологические находки терра стегелата, керамики терра стегелата, они сопутствуют истории римской колонизации, то есть по мере того, как Август раздает земли своим ветеранам, в этих местах появляется эта керамика, которую довольно точно, да, можно датировать часть его эпохи, потому что, да, в дальнейшем эта керамика будет меняться, и она будет несколько другой, и здесь нам интересно то, что, опять-таки, у нас есть алтарь, у нас есть треножник, и у нас появляется изображение Ники два раза, один раз она играет, и это довольно интересно, что это очень, как бы, соответствует тому, что у нас изображается Аполлон Кефареда, Аполлон играющий, но здесь, как таковой акт либации не совершается, хотя я предполагаю, что эта чаша непосредственно связана с рельефом Никифареда. Да, два других варианта, где у нас тоже то Аполлон сопровождается Артемидой, то, опять-таки, появляется Амфал или Алтайн, и, опять же, мы видим рельефы, которые восходят, которые репрезентируют эту неоархаическую стилистику. И здесь интересно, что у нас появляется изображение и треножника, и алтаря, и на рельефе справа, который мы уже видели, опять-таки, вся эта неоархаическая стилистика резонирует с совершенно римскими колоннами, которые невозможно было бы представить в некотором стилистическом гомогенном пространстве с настоящей архаикой. То есть это довольно интересно, что архаика здесь воспроизводится не как некоторая целостность, что обращение к стилю, оно ограничивается исключительно прической, характером драпировки, и я хотел бы сказать, что в отношении, например, памятника из старого музея, который мы видели до этого, еще и воспроизводится архаическая улыбка, довольно условно. То есть от архаики берутся узнаваемые элементы, но эта неоархаика не существует как действительно попытка воспроизвести стиль в соответствии с его внутренними законами формообразования. Вот как раз-таки рельеф из Британского музея, он довольно еще и пытается воспроизвести архаический типаж с архаическим разрезом глаз, с архаической улыбкой. И опять-таки в нем, и в луврском рельефе мы видим, что это все происходит на фоне вполне себе римской архитектуры. И здесь еще мы видим, что тот фрагмент, который в Берлинском музее до нас не дошел, он здесь вполне может быть реконструирован, потому что непосредственно слева от лета мы видим треножник, который, скорее всего, был и в Берлинском памятнике. И да, таким образом мы можем говорить о том, что у нас существуют два варианта иконографии. В расширенном у нас существует Аполлоническая триада, в укороченной у нас только Аполлон и Ника Виктория. Мы видим Аполлон и Кефареда, которого мы далее можем связать с Аполлоном по-латинским или с Аполлоном акциума. И как раз-таки моя гипотеза состоит в том, что Аполлон и Кефаред здесь непосредственно является репрезентация Аполлона по-латинскому. Для нас очень важен жест либации, который маркирует эти рельефы как изображение, репрезентирующее ритуал, репрезентирующее ритуальную практику. И таким образом тоже заставляют нас обратиться к культу Аполлона при Октавиане, подумать над тем, что значил этот жест в контексте использования императорской пропаганды этого бога. И дальше мы с вами можем говорить про странное сочетание архаического антуража и антуража Калимаха, которая, ну, кроме как бы вот той сегрегации, социальной сегрегации, стилизации, о которой я говорил, конечно, еще заставляет нас задуматься над тем, как архаика понимается создателями этих рельефов. И она понимается довольно интересно, не как, опять-таки, целостная стилистическая система сама по себе. И, наконец, шестое, довольно интересно, это римское храмовое пространство, совершенно не греческое на заднем фоне и довольно как бы педалированно не греческое, которая тоже требует определенного внимания и понимания того, что за храм изображается. И, опять-таки, инвариан, к которому сводится укороченная схема, предполагает жест липации Аполлона Кефареда Нику. И, опять-таки, любой антураж в виде амфала, треножника или алтаря, он относится к вариативному. То есть, он встречается не во всех памятниках, как мы с вами видели. И далее я попытался рассмотреть гипотетические источники, и действительно существуют изображения, которые... иконография Аполлона Кефареда, как раз-таки, связанного с жестом либации, которые восходят к четвертому веку. На самом деле, они довольно интересны тем, что здесь мы не видим аполлонической триады. Более того, на пелике в середине вы можете видеть, что либацию совершает совсем не Ника, что, вероятнее всего, это Диана, да, это Артемида, потому что и та же самая Артемида у нас присутствует на кратере из Британского музея, который мы узнаем по луку в одной из ее рук. Хотя здесь она присутствует вместе с летом, но мы видим, как этот мотив на самом деле существует уже здесь. И далее мы видим, что существует и греческий рельеф, которые тоже археизируют, которые тоже связаны с этой археизирующей тематикой, и которые показывают нам шествие Аполлона и Артемиды, и, скорее всего, там должна была быть снова лето. То есть это тоже должна была быть, я предполагаю, репрезентация Аполлоннической Катериады. И довольно интересно, что либация, которая дается одним богом, Аполлону, или либация, которая совершается Аполлоном, она долгое время казалось ученым довольно странной, и существует довольно большое количество литературы, которые рассматривают этот жест и проблематизируют вообще значение этого жеста, потому что, с одной стороны, у нас есть довольно широкий материал, довольно репрезентативный, большой корпус с изображением Аполлона, занятого этим ритуальным действием. И часть ученых предполагает, что этот жест является знаком ритуального очищения бога от убийства Пифона, что эта либация, которую совершает Аполлон, она посвящена Зевсу или она посвящена Ирине. И вместе с тем у нас нет четких литературных источников, которые подтверждали бы, что Аполлон вообще совершал очищение, ритуальное очищение после убийства Пифона, как и ровно то, что не очень понятно, почему он должен его совершать Зевсу и Ирине, то есть связь между убийством Пифона и Зевсом и Ирине, она также не существует в античной литературе. Есть трактовка, что эта либация совершается темным силам, опять-таки тоже связанная и с очищением, и с культом темных сил, и что, в частности, так трактовалась Дельфийская чаша, которую вы видите здесь, что, так как эта чаша была найдена в качестве погербального ассамбляжа, то предполагается, что, во-первых, она была помещена в землю, и сама по себе либация совершается тоже на землю, а не на какой-то алтарь или амфал, и которого решил художник не изображать. Существует совершенно другая трактовка, которая, кажется, гораздо более убедительной, потому что, опять же, здесь нет объяснения надобности Богу совершать это ритуальное действие, и трактовка, что это дозайн билд, то есть изображение Бога как такового, не как некоторая божественная эпифания, но изображение Бога, которое должно показывать его сущность, его значение вне какого-либо повествования, вне какой-либо мифологической наррации, и которое в данном случае нас не совсем устраивает, потому что он здесь не изолирован. Здесь как будто бы существует некоторое повествование, некоторый заложенный смысл, особенно если мы говорим не в контексте дельфийской чаши, где его, кроме прочего, сопровождает и птицы, которые одни считают вороном, другие считают голубем, две птицы, которые посвящены им были Аполлону, но в контексте и тех других греческих памятников, которые мы видели, и уж тем более римских, это довольно странно. Но есть близкая трактовка, что это некий жест восхваления власти эпифийского Бога, опять-таки не совсем понятно, как эта трактовка обуславливает конкретные действия, но две другие попытки толкования этого действия как просто знака ритуального контекста и как идея того, что Бог устанавливает свой собственный культ, они тоже имеют право на существование. Другой вопрос в том, что из этого берет Рим, понимает ли Рим эти трактовки, интересны ему эти трактовки или не совсем. И это, конечно, отдельная проблема, которая заслуживает своего внимания, но она довольно деликатна, ну как бы ее, я не буду особо входить в подробности в данном случае, потому что мы с вами видим, что у греческого паратографа есть определенное отличие, что в нем у нас отсутствует ника или римская, впоследствии римская виктория, что это действие, оно, если совершается, то оно совершается, скорее всего, Артемидой, и опять-таки там, где у нас существует апполоническая тряда в римских памятниках, она в греческих памятниках, в памятниках может дополняться другими богами. Мы видели, что на Бостонском кратере был еще и гермес. И вот показываю довольно интересный памятник, который как раз-таки нам показывает вероятный, наиболее близкий источник иконографии римских рельефов. Понятное дело, что его стилистика совершенно отлично от той, которую выдумали действительно римские мастера, которая является продуктом неоархайки, римской неоархайки. И, наконец, показываю просто памятники, которые изображают нам самого Аполлона Кефареда, эллинистического периода, и довольно интересный вативный рельеф, где у нас присутствует апологическая тряда, то есть изображение лета и двух ее детей, оно уже как бы создано в Греции. Рим принимает эту тряду как таковую, как уже некоторый сложившийся, устойчивый иконографический образ. Коротко упомяну о рецепции, потому что, понятное дело, что за каждым из рельефов, которые попали в Европейский музей, стоит огромная библиография, которая в отдельном случае восходит к Винкельману. Вы его можете видеть справа, это довольно интересное изображение, скорее всего, берлинского памятника, на котором полностью отсутствует фон. Оно вот несколько обрезано, там должна быть еще ника с освящением кардиналу Альбании. И Винкельман, он трактует лето не как лето, а как вес, то это довольно интересно, потому что уже Винкельман этой своей ошибкой, на самом деле, предположил связь этих рельефов с палатином, потому что на палатине, кроме прочего, располагалось, кроме храма Аполлона, располагался только храм Марса и храм Весты. И да, вполне логично, что это могла бы быть такая ошибка, сделанная Винкельманом, который хотел связать этот рельеф с палатином. Но, опять-таки, да, довольно интересно присмотреть, что об этих памятниках, о конкретных рельефах писалось. В том или ином случае, потому что есть довольно большое пласты, еще связанный с рельефами Кампана, очень хорошо изучен. У нас есть Рода, который довольно много внимания уделил этим рельефам и показал их аналоги. Но, тем не менее, никакого отдельного текста, посвященного этим рельефам, не существует пока что. Хотя они довольно интересны и заслуживают, мне кажется, более пристального внимания. Ну, если мы говорим про некоторые толкования, я здесь, опять-таки, повторюсь, вижу связь с культом Аполлона Палатинского, установленным Актавианом, с крамом Аполлона Палатинского, который Актавиан построил, вообще с ролью Аполлона в Актавиановской пропаганде, то здесь мы должны сделать такое отступление и поговорить про вообще идеологические игры, идеологическую политику, которые... Актавиан начал создавать свою, собственно, политическую идентичность, проговорить про некоторый контекст. И, с одной стороны, у нас существует довольно большое количество эллинистических памятников, которых правитель связывается с фигурой божества. Это модель, которую мы все знаем, заложил еще Александр Македонский, которую Александр перенял, скорее всего, на Востоке, в Персии и в Египте, который ее адаптировал для греческого зрителя, который создал на этом свою собственную политическую идентичность. И впоследствии эта модель была усвоена диадохами и оказалась довольно живучей, и вплоть до римских времен фигура царя, она была созвучна фигуре бога. И царский культ, он всегда носил на себе вот этот отпечаток идентификации правителя и бога. Я показываю два примера того, как это отразилось в изобразительном искусстве. Собственно, у Птолемея, который отразился с Дионисом и с монетой Селевка, где он предстает как Геракл. И мы знаем, что еще и Александр представал как Геракл. И что это довольно интересный образ, который отсылает и непосредственно к Александру, и к Гераклу как таковому. И довольно интересно, что в Риме на закате республики эллинистические модели героизации политика, они вполне себе существуют и с таким жестким, с такой жесткой оппозицией отдельных интеллектуалов этим веянием. И мы знаем, что есть политики, которые вполне себе играют в эту эллинистическую идентичность себя как бога. И это политики громкие, как Марий Помпей, его сын Марк Антоний и даже Цезарь. Но вместе с тем довольно интересно, что их стратегия не всегда так прямолинейна, как стратегия восточных царей. В частности, Цезарь, который хоть и возводил свой род к Энею, никогда себя как таковым Энеем не отождествлял, но храм Венеры-прародительницы создал. То есть это довольно, это более-более тонкая и более осторожная стратегия. Как и Марк Антоний, хоть и считал себя Гераклидом, никогда не выступал в качестве Геракла, но в качестве других богов вполне себе выступал на Востоке. И с другой стороны, существует еще и такое отдельное течение, когда политик сравнивается с Александром и Помпей, который восхищался Александром и соревновался с ним. Помпей, который получил самый первый свой триумф в 24 года, естественно, бросал вызов Александру и даже в помпеевских портретах, которые выполнены по всем законам постнереспубликанского портрета с крайним вниманием к деталям, к тому, чтобы изобразить мимические черты, особенности лица, особенности возраста модели. Тем не менее, его прическа, она вполне себе как бы такая Александровская, вполне себе такой анастоли в духе некоторых портретов Александра Македонского. И все это достигает своего пика и, наверное, пожалуй, главный пример римлянина, который играет в эллинистическую модель репрезентации собственного политического имиджа, все это достигает своего апогея в фигуре Марка Антония, который действительно предложил в качестве отдельного политического проекта собственное отождествление с Дионисом. И в качестве Диониса он входит в Эфес, совершает в качестве Диониса помолвку с Афиной непосредственно в Афинах, проводит там панофинеи, которые имеют посвящение нового бога Диониса, то есть Марка Антония. И встречается он с Клеопатрой, который отождествляет себя с Афродитой. И эта встреча является еще и встречей двух богов. И надо сказать, что, конечно, за этим за всем стояла довольно устойчивая традиция, прежде всего Патолемеевская, связанная с тем, что одной из добродетелей правителя в Патолемеевском Египте была его возможность к обильному питью. И понятно, что в свою очередь в Патолемеевский Египет эта идеология попала из Персии и, вероятно, всего еще до похода с Александром Никедонским, потому что Египет был под персидской властью. И то, что было принято при персидском дворе, обильные возлияния и фигура царя, который пьет, но не пьянеет, это все приходит в двор в Александрии и становится одним из важных, важнейших мест в оформлении культа царей из династии Патолемеев. И, конечно же, то, что римские источники с такой злостью говорят о том, что Марк Антоний с Клеобатрию создали общество пьяниц, которое называлось неподражаемые печени, которые рисуют их как таких любителей выпивки, абсолютно аморальных людей. Это все, на самом деле, действительно имеет свои корни в Толемеевском культе власти. И, да, довольно интересно, что когда они уже понимают, что конец их близок, они создают другое тайное общество партнеров в смерти, которое тоже высмеивается источниками уже поздними, которые непосредственно сложились под влиянием августовской пропаганды своей эпохи. И в качестве интересного памятника, который, скорее всего, показывает нам портрет Клеопатры в образе Венеры, мы видим, как вот эти политические игры с идентичностью, они доходят до нас даже в римском искусстве, в искусстве того государства, которое шло войной на Египет Клеопатры. И вместе с тем довольно интересно, что у Августа существовал свой политический проект, который был связан с его отождествлением с Аполлоном, и который, с одной стороны, был поддержан разными биографическими нюансами, как то, что Активян родился во время Акулинарии. В дальнейшем Аполлон был использован в качестве пароля для лагеря войск 2-го Тревоверата, то есть еще как бы для совместного лагеря Октавиана и Марка Антония при Филиппах. И в 1936 году, по случаю того, что Агриппа одерживает победу над Помпеем, над сексом Помпеем, Октавиан решает заложить храм Аполлона на Палатине. Довольно интересно, что, да, как бы тот факт, что у Октавиана, во-первых, был дом на Палатинском холме, в котором традиционно, традиционно считалось, что жили римские цари, здесь довольно как бы есть определенные тоже политические инсинуации, потому что в целом выбор места для храма должен был определяться не только Октавианом, но он как бы землю, которая входила в его участок, в купленный им участок для дома, он ее отдал и лоббировал, чтобы римские жреческие коллеги выбрали в качестве места для храма именно участок, непосредственно прилегающий к его жилищу. И храм Аполлона на Палатинском уже будет посвящен после его победы при акциуме над Марком Антонием, когда, собственно, Август станет единственным крупным политическим игроком, провозгласит восстановленную республику и станет римским императором. И далее у нас существует еще и довольно большое количество римских источников, которые рассказывают нам о том, что он ставил храм Аполлона во всех римских кварталах, что акцийский свой триумф он посвятил Аполлону и проводил, и якобы, как рассказывает Вергилий, он проводил пленников мимо храма Аполлона, и что божество взирало на пленников, но это довольно интересный пример пропагандистской редактуры реальных событий, потому что храм тогда еще был недостроен, и вообще триумфальная процессия не идет мимо храма Аполлона по-латинскому и на своем пути к храму Сатурна, она никак не проходит рядом даже. То есть здесь как бы Вергилий совершает довольно интересную игру с реальными обстоятельствами. И Светоний приводит довольно интересную реакцию римлян на банкет, который устроил Август, где он был, это такой костюмированный банкет, где он был в образе Аполлона, и его гости были в образе других богов Олимпа, и который вполне себе мог бы существовать в Александрии и быть там принят на ура, как это было в случае дионисийских перов Марка Антонио и Клеопатры, но который вызвал гнев у римлян. И еще не стоит забывать о самом важном моменте об эпифании Аполлона непосредственно битве при Акциуме, когда он поражает корабли Марка Антонио и монеты, которые выпущены были в 1929 году, то есть непосредственно сразу после победы при Акциуме, они довольно часто используют образ Аполлона и довольно интересно обыгрывают связь Аполлона и Августа, потому что здесь мы с вами можем видеть на одной из них профиль Аполлона, а на другом профиль Августа в лавровом венке. И существует еще огромное количество других памятников, которые показывают нам непосредственно Аполлон и Кефареды, часто с фиалом, то есть совершающим жест либации, и есть ряд ученых, которые считают, что то место, на котором он стоит, если мы посмотрим на верхний ряд монет, это изображение ящика, в котором хранились севильные книги, и такое вот изображение книга хранилища. И все эти монеты, они посвящены победе при Акциуме и непосредственно имеют надпись, что даже они посвящены этой победе. То есть здесь мы уже как бы непосредственно подходим к тому, что скорее всего акцийская победа была связана, что Август создал еще и визуальную связь между победой при Акциуме фигурой Аполлона по-латинскому, храму Аполлона по-латинскому, который изначально с Акциумом не был связан, который в дальнейшем приобрел это значение, и с вот этой скульптурным, с этим скульптурными изображениями Аполлона, который совершает Лебаксу. Ну и просто привожу в качестве еще одного примера разные изображения, совершенно разные, да, как бы и в камеях, и в нумизматике фигуры Аполлона, и довольно интересно, что тогда же возникают и монеты с изображением Артемиды, причем мы с вами видим, что опять-таки ее пеплос, он имеет явно такие архаизирующие черты, что то, как устроены эти складки, это такая отсылка к искусству в архаике. И да, дальше мы видим, как этот Аполлон Кефаред непосредственно устраивается в скульптуру, которая увековечивает победу при Акциуме, и как фигура Аполлона Кефареда, она находит свое оформление даже в жилом пространстве дворца Августа на палатине, и здесь, конечно, можно говорить о том, что гармония восстановленной республики, гармония принципата, подобно гармония музыки, которую играет Аполлон, да, то есть, что здесь явно есть определенная связь между новым режимом политическим и этим образом игры и божественной музыки как нечто особенно гармоничного. И здесь можно дальше идти и смотреть, например, пифагорейские интерпретации, смотреть связь и с тем, как осмыслялась вообще музыка. И надо сказать, что, да, пифагорейские представления были довольно сильны в Риме этой эпохи, но это, опять-таки, некоторые возможности к дальнейшему исследованию. И здесь мы должны говорить о том, что одной из таких важных программ, которая осуществляла Август, был, можно сказать, что были некоторые Афины в Риме, да, потому что помимо того, что он совершает определенные действия в самих Афинах, он также и выстраивает некоторую связь между теми храмовыми постройками, которые существуют в Греции и в Риме. Он дарует Аполлону по-латинскому два золотых треножника, то есть то, что непосредственно должно маркировать для нас Дельфы, оно вдруг оказывается в Риме. Он покупает скульптуры, самые важнейшие памятники, скульптуры для нового храма Аполлона по-латинскому, и, скорее всего, Аполлон Скопоса был установлен на храме, внутри храма Аполлона по-латинскому, и вместе с тем он покупает и, собственно, скульптуры Лето и Дианы. То есть он покупает скульптурное изображение именно Аполлонической триады, и здесь, конечно, мы должны перейти непосредственно к фигуре Аполлона Кефареды, которая, скорее всего, и находилась в храме. Существует определенная проблема. Я здесь перевожу фрагмент из проперция, где дается описание этому храму, и этот источник нам непосредственно указывает то, что фигура Аполлона, статуя Аполлона была установлена между статуей Лето и между статуей Артемида Дианы. И есть как бы есть определенные мотивы конкретно этой легии, которые позволяют нам предположить, что эти три скульптуры, они были установлены перед храмом, а внутри находилось другое изображение Аполлона. И вопрос заключается в том, что Август покупает еще и Аполлона Евфанора, который как Аполлон Скопоса изображает Аполлона Кефареда. И в литературе есть некоторые проблемы в том, что в источниках не во всех даны четкие разъяснения о том, какая скульптура где была, и на самом деле, кроме проперция, об этом пишет только Плиний. И есть определенная путаница о том, что за статуя находилась внутри, а что за статуя находилась снаружи. Но так или иначе, мы видим, что источники для нас фиксируют, что помимо того, что было скульптурное изображение Дефареда внутри храма Аполлона Полотенского, было еще и три скульптурных изображения снаружи, которые изображали Аполлоническую триаду. И да, в качестве некоторого главного аналога обычно рассматривают базу из Соренто. Я, честно говоря, в некотором замешательстве относительно того, как ученые интерпретируют какому именно типу Аполлона и за чьим автором принадлежит фигура в центре. Ну, как бы, я опять-таки здесь, здесь мы как бы вступаем в проблему копиенкритик и того, как разнообразные римские копии и так далее, и так далее. Но тот факт, что эта база колонны изображает, скорее всего, триаду, которая связана с храмом Аполлона Полотенского, мне кажется, сомневаться не стоит. И показываю еще два интересных памятника, именно плиту, которая, скорее всего, происходит из того же храма Аполлона Полотенского, и который имеет археизирующие черты, которые современны тем плитам, которые мы до этого рассматривали. Ну, и в качестве еще одного аналога показываю, как гифорет музыцирует, аналогирующий и создающий идеальную гармоничную музыку, присутствует на одном из главных таких пропагандистских монументов Октавиана на его статую из Перима-Порта. И здесь довольно интересно провести аналогию с еще одним таким проектом Октавиана, который связывал его с арестом, с тем, как он пстил за отца, убивая неверную Клеопатру Клетемнестру и Антония Гисфа, которые предали Цезаря. И довольно как бы интересно, что с одной стороны два главных памятника, которые у нас есть, связанные с этим проектом, один из них является августовской подделкой. И мы с вами видим, что здесь, как раз-таки в этом памятнике, архаика понимается гораздо более точно, чем в памятниках, которые мы видели до этого, чем в рельефах Кефареда. Здесь есть попытка целостно понять архаику и целостно ее воспроизвести, чтобы ее подделать. А рельеф в центре, он примечательен тем, что он изображает момент, когда арест приходит в Дельфийское святилище. И чтобы очиститься, мы видим скульптурное изображение Аполлона, спящую под ним Эрнинию, треножник и вот такое небольшое дерево, обозначающее пейзаж. Опять-таки треножник, скульптурное изображение Аполлона и такую маркировку пейзажа в виде дерева мы с вами видели в расширенном варианте иконографии рельефов Кефареда. И в качестве других аналогов иконографии можно привести и рельеф с изображением некий воина, который, я прошу прощения, не подписал дату, это тоже относится к августовскому времени, как, собственно, и еще одна плита, которая тоже происходит из храма Аполлона Палатинского, изображающего борьбу за треножник между Аполлоном и Геркулесом, который тоже является памятником неоархаики, римской неоархаики. Довольно интересно, что существует и такой памятник, я показываю его дореставрированным и отреставрированным в XVIII веке, который происходит тоже из коллекции Альбании, который изображает лебацию, совершающуюся Артемиде. И здесь опять-таки мы можем вспомнить о том, что проект ареста завершался тем, что предполагаемый прах ареста был перенесен в храм Артемиды, и что это было сделано августом. И опять-таки фигура Артемида, она здесь тоже может быть связана с различными политическими инсинуациями в эпоху, последовавшую непосредственно после победы при Апциуме. И показываю уже стилистические аналоги, которые тоже изображают нам различные шествия богов, которые показывают нам природу этой римской эклектики. И да, мы можем здесь сравнивать разные рельефы, по-разному на самом деле интерпретирующие архаику, которые пытаются ее и подделать, и которые пытаются ей просто внешне подражать, которые по-разному, с разной глубиной пытаются понять этот стиль. И здесь, конечно, мы должны задаться вопросом тем, чем же является эта римская новархаика. Я здесь перевожу цитату Мейера Шапира из его эссе про стиль, которая предполагает, что для определения стиля мы должны поставить его в свой исторический контекст, вместе с тем сравнивать с другими стилями, чтобы понять его специфические черты. И мы с вами можем констатировать то, что в рельефах кефарета повторяется довольно нарочито, педалируются определенные черты архаического стиля, но эти черты, они понимаются довольно поверхностно. Нет, опять-таки, повторюсь, попытки воспроизвести систему формообразования, которая существовала в архаику. И здесь мы можем, как мне кажется, я бы говорил об этом с большой осторожностью, говорить о том, что стиль в данном случае воспринимается как набор, на самом деле, кинографических элементов. Мы воспроизводим определенный тип драпировки, мы воспроизводим определенный тип прически, мы воспроизводим именно архаический тип кефара, мы воспроизводим архаическую улыбку, но мы их понимаем как эмблему, мы их понимаем эту драпировку не как форму, но как знак, определяющий стиль. И если мы согласимся на том, что это некоторая попытка представить архаику не как стиль, а как набор иконографических элементов, и что это неоархаик, это скорее игра в иконографию, чем игра в стиль, то здесь мы опять-таки можем говорить о природе римского формализма, о том, как римские зрители, римские скульпторы деконструируют стиль предшествующий им, и как в целом сам по себе этот жест деконструкции стиля говорит о том, что римлянин обладает четким пониманием того, что архаик является самостоятельным стилем, со своим собственным значением. Я вам уже показал до этого различные подделки под архаику, которые сделаны с гораздо более продуманным и глубоким вниманием, и которые, казалось бы, нам это и подтверждают. Просто здесь, в конкретном случае этих рельефов, не было надобности создавать подделку. была совершенно другая надобность именно дать некоторые обозначения, но выдержать рельефы в совершенно другой такой эклектической стилистике, которая соответствует духу того, что мы называем августовским классицизмом, и здесь дальше мы уже можем говорить над проблемой вообще этого термина, над тем, можем ли мы употреблять слово классицизм по отношению к тому, что было памятниками непосредственно государственного заказа, репрезентирующие государственную идеологию в эту эпоху. Да, опять-таки, выводы, которые я предполагаю, связаны с тем, что эта лебация, в которой существует Ника Виктория, это такой как бы жест празднования победы при акциуме, в которой Аполлон помог разрушить флот Марка Антония, что это Аполлон Кефарет, который своей музыкой сейчас должен создать гармонию нового идеального общества, и дальше мы уже можем говорить о том, насколько этот проект был эллинистическим, насколько он был скорее в таком тонкой, позднереспубликанском типе заигрывания с божественной идентичностью, и далее говорить вообще про природу римского стиля. Последнее, наверное, о чем я хотел бы коротко упомянуть в контексте вообще всех этих реставрационных проектов, что, конечно же, у нас есть один памятник литературный, который довольно дает четкое, недвусмысленное понимание того, чем же, собственно, была имперская культура. Это текст Дионисия Галикарнацкого, посвященный истории красноречия, истории ораторского искусства, в котором он говорит о том, что красноречие умерло с эпохой Александра из-за азиатского влияния, но сейчас оно возрождается, классическое красноречие при августе. И понятное дело, что здесь Восток – это уже не Персия, здесь Восток – это уже эллинистический Восток, побежденный и покоренный, но эта реставрация и Рим как новые Афины, эта идея, которую Дионисий Галикарнацкий фиксирует, она вполне созвучна месту этих памятников в культурном ландшафте эпохи Августа и вполне соответствует этот некий бравурный, такой прогосударственный тон Дионисия, он, конечно, соответствует тому значению памятников, которое я сегодня вам предложил. Вот, собственно, библиографию, на этом я закончу. Дим, вот тот тезис, который вы, на мой взгляд, достаточно хорошо обыграли, заставляет по-новому смотреть на то, что, собственно, является эконометрическими признаками, стилистические решения, как иконография. А вы не обратили внимание, что это может быть связано не только с тягой к нейронхайке в августовское время? Вот посмотрите, кратер, который вы показывали, можно даже вернуться к нему. Ну, штука достаточно интересная. По причине того, что, когда мы смотрим на прописи отдельных деталей, то как мы можем дать их? Ну, в лучшем случае, началом пятого века. Потому что, обратите внимание, в показе складок, одежда, вот то, что потом не атика, я там как раз греческий рельеф, я его, конечно, называла бы все-таки не атический. Вот этот ласточкин хвост, который действительно из стилистического приема превращается в кинографический. Когда же мы смотрим в целом на решение формы сосудов и отдельных деталей, то, безусловно, у нас появляется другая дата, которая на сегодняшний день не соотносится с этим памятником. Это действительно кратер, бостонский кратер четвертого века. Смотрите, четвертый век сознательно в показе этой сцены ориентируется на те стилистические решения, которые ковремя изготовления сосудов стали уже такими фразивающими. Да, это хорошее замечание. Спасибо. Я бы здесь даже как бы добавил, что, собственно, и кефара здесь на самом деле совсем как бы четвертого века кефара. Да, в том-то и дело здесь все. Ее форма тоже. И меня старее здесь смущает то, что, несмотря на это, это все удивительно целостно соотносится с другими фигурами, с тем, что их позы, они-то не архаические, и да, что фигура лета, она совершенно как бы не архаическая, она вполне как бы соответствует своему времени. За исключением вот этих вот складок, смотрю, да, они идут, условно говоря, в характере четвертого века, а сверху прошлись, ведь на самом деле, если рассматривать бостонский каратер, мы обратим внимание на очень интересную ситуацию, когда происходит смешение разных стилистических приемов, потому что все-таки мы знаем, да, что передача складок, особенно в вазах, да, это когда реперные точки для определения конкретного стиля вазописи, а сверху жирным, да, они проходят вот этим ласточким хвостом для того, чтобы все-таки с точки зрения стилистических приемов преобладали бы приемы, ну, даже не столько архаики, сколько строгого стиля. Почему не архаики, да, потому что, ну, строгий стиль, он как бы по рубежке, да, конец пятого, конец шестого, начало пятого. Вот это очень интересно. Не стало ли для четвертого уже века, точнее, так скажем, не стало ли для августовского, так называемого классицизма, образцом не греческая архаика, а вот эти памятники пятого века, как-то, собственно, начинают уже смешиваться вот эти стилистические приемы? Я бы сказал, что... Я бы, честно говоря, не стал бы так недооценивать августовкое время, не то чтобы оно как бы слишком не уж симпатично, но вот если мы, например, посмотрим здесь, то мне кажется, что здесь как бы вот эти и ласточки на хвосты не особо-то присутствуют, как таковые. И вообще фигура Артемида, она меня как бы достаточно сильно смущает. Она вот ну, как бы довольно резонирует с фигурой Аполлона. Но я бы говорил здесь о некотором... Не о том, что Рим принимает уже существующую готовую схему, в которой уже Греция историзировала эту сцену, историзировала стиль, с которой изображается эта сцена. Я бы сказал, что просто и греки, и римляне совершают это действие, просто они как бы... Это две такие разные школы подражания Архайки. Греческая история подражания Архайки и римская история, гораздо более поздняя подражания Архайки, которые вот так вот вдвоем существуют. Нет, я не говорю, что процесс настолько однолинейный, да, он действительно сложный. Другое дело, что насколько Рим был знаком с памятниками Архайки, не шло ли это знакомство через нее отеческую школу? Это хороший вопрос, спасибо. Который, я думаю, да, это такое довольно большое, сложное исследование, было бы очень интересно, посмотреть вообще, что за архаические памятники существовали к первому веку, к первому веку, до нашей эры, допустим, да, но это, я думаю, это надо долго потеть над плением. Ну, это да, но с другой стороны, это интересно. Нет, это безумно, это безумно интересно, и это как раз к вопросам о коллекциях римских, к вопросу о том, что они ценили, в чем они разбирались, это вот очень-очень хорошая такая вот как бы задачка сложная. И еще, да, как бы вот пол вопрос, пол рассуждения, все-таки почему все-таки вот именно кифарит? А мне кажется, что, а что вас смущает именно? Меня смущает то, что, собственно, из всех вариантов Аполлона был выбран только кифарит. Нет, я все понимаю, это для августовского времени встает целая такая серия, легои, ассоциаций и так далее. Почему только кифарит? Мне кажется, это все просто связано, я предполагаю, с конкретным ансамблем храма Аполлона по-латинскому, с тем, что там было два скульптурных изображения кифарита, и я так и не встретил Аполлона не кифарита в контексте либации. Более того, я его не встретил ни, как бы, вот можно посмотреть, ни в греческих памятниках, он, где есть либация, он всегда кифарит. И как бы в Риме он кифарит. Просто здесь понятное дело, что греческий Аполлон кифарит, он существовал в своем, как бы, семантическом мире, совершенно не римском. И довольно интересно, да, посмотреть, потому что мне не встречалась история с интерпретацией именно того, почему он кифарит. более того, как бы, то, что я читал про интерпретацию «Дельфийской чаши», оно тоже как бы игнорирует, на самом деле, этот факт несколько. Как бы, довольно интересно, довольно странно, что он, что он упускается, но для меня это открытый вопрос. Ну, то есть, даже, скорее всего, не столько первенства кифаэда, сколько первенства вот этого этнографического действия, да, лебация, которое в леонидическом искусстве было закреплено только за кифаэдом. Я думаю, что надо просто смотреть больше, и, конечно, я посмотрю, и, может быть, как бы, выясню, что лебация и лебация были как-то и по-другому. Но довольно интересно, что лебация Аполлона является самым распространённым изображением лебации в греческом искусстве, и как раз-таки то, что он одновременный кифарет, это прям самая частая история. уже устоявшаяся. Да, это уже греческая формула, которая дальше берётся, и Рим как бы довольно хитроумно заменяет в данном случае Артемиду на Викторию, и вносит ещё вот этот мотив победы. А кем бы он, какого бы другого Аполлона вы ожидали? Для меня не знаю, например, было бы вполне, ну как бы, так как есть вот эти интерпретации, связанные с убийством Пифона, было бы вполне понятно, если бы Аполлон был с луком и стрелами, если бы он был как бы, не знаю, с чем-то, что обозначало вот это убийство Пифона или там не обид, потому что Аполлон же как бы кроме всего демон смерти, да. Магнитального он довольно такой. Только мне кажется, что просто любация, ну вот мотив, который по литературе, да, возлияние, пение, пир, гармония с убийствами, Аполлон Пифон, он вступает как бы в конфликт Зев-Стифон, да, то есть они немножко такие синемичные истории, вот, и на гармонические всякие устройства мира, это, конечно, это как раз возлияние и музыка должны указывать, а не смерть. Вот. Да, спасибо, это хороший комментарий, просто я, опять-таки, я не настолько прекрасно знаком как бы со всем разнообразием греческих сюжетов, иконографических, но как бы я предполагаю, что... Я скорее из литературных наверняка не укажу, но... что он не совершает, что он не совершает как бы лебацию по случаю убийства, хотя понятное дело, что лебация как ритуал, он еще связан с культом умерших, что эта лебация может совершаться на землю в качестве приношения Аиду, или да, как бы совершаться в каком-то другом контексте. Здесь еще опять-таки интересно, что в греческом варианте есть алтарь и есть амфала, который Рим использует тоже. Ну вот такой некий открытый вопрос того, что можно в этом вычитать. Да, то есть как бы может быть эта победа такая важная, она за этим скрывается, но при этом на первый план выносится не смерть, а наоборот. Ну да, и может быть здесь как раз акцент не столько на саму победу, сколько на новую роль августа после этой победы. А если мы еще все время с августом пытаемся связать, конечно, вот это ужин гражданской войны должен быть забыт. Да, вот это действительно это совершенно дорогое. Мир гармонии, да. Миротворчество, да. Что достаточно интересно, что действительно привлекается гравитарическая схема, очень хорошо приходится августу, к двору, что называется. А вот эти капланские эльфы, они действительно составляют достаточно часто музейные собрания, почему на них даже уже иногда бывает так много, что на них уже начинаешь внимания обращать. Это действительно такое сознательное массовое производство? Я предполагаю, что да, просто я честно как бы сознаюсь, что я до рода, который этим всем как бы занимался, пока что не очень дошел. Хотя у него там подробно описаны эти аналоги. Но естественно, что это как с формой для чаши это все делать, запрет. Другой вопрос в том, что технология обжига не предполагала, что все формы будут абсолютно идентичными. Поэтому они же видят, что они все кривые довольно. И те технологии обжига, которые существовали, предполагали, что форма усаживается по-разному. Она как бы садится по-разному. Но да, здесь просто интересно, что здесь у нас как бы «Калимах-Калимах», здесь такой совершенно другой, как бы есть другие стилистические аналоги, и что как бы это некий другой заказчик, другие вкусы, так как это все массово, это вероятно для нас вот такой памятник того, что любил относительно состоятельный римский массовый зритель, и что как бы в его мире было прекрасным. Спасибо, Дим, спасибо большое. Анна Вадимовна, что-то вы хотели? Дим, спасибо, это все бесконечно интересно, я просто хотела не то, что даже поправку, а некую ремарку по поводу метода. Вы вначале помянули сальваторию Сетчиса, и его известное правило пазла. Это действительно очень остроумный пассаж. Я хотел чуть-чуть это дело скорректировать. Он все-таки Сальватор Сетчис имел в виду не иконографию, а иконологию. И говорил он, применял правило пазла в своей книге про Грозу Джорджона. И все-таки там речь идет, но сейчас я поясню, почему я к этому прицепилась, у меня есть свои основания. Там речь идет об интерпретации некой очень индивидуальной программы, беспрецедентной, с отсутствующим названием, с непонятным назначением произведения, но все себе представляют, что такое Гроза Джорджона, все помнят, что название это не аутентичное, а появившееся лет через почти 100 во время очередной описи, более раннее название «Цыганка и солдат». В общем, это ситуация иконологическая, и, собственно, он сам об этом говорит. А в свою очередь в нашей сфере иконографического метода мне пришлось не раз убедиться, что эта теория не очень работает. И даже когда я занималась разными аспектами иконографии сотворения мира, мне пришлось написать главу теории смешанного пазла. Помните, он там говорит, что нельзя брать кусочки из коробочки белоснежки и вкладывать в коробочку пиратский корабль. А вот в средневековом мире именно это и происходит. И даже вот здесь в нашем семинаре я уже несколько раз рассказывала, как там разные, например, мифологические элементы входят из какого-то мифографа или из календарных циклов в, например, иконографию дней творения. Это абсолютно нормальная ситуация. И для вашего материала мне кажется, что вы немножко зря вот это правило пазла помянули, потому что ваш сам метод этому несколько противоречит. Вы, собственно, говорите о том, что отдельные элементы, отдельные темы, они переносятся из некой общей сферы в частную, они перемещаются в другие контексты. А Сальватор Сетис, он как раз такой ревнитель одного контекста. Если я правильно поняла вашу мысль, вот как раз речь-то идет о том, что Август на себя оттягивает те иконографические элементы, которые до этого не могли принадлежать императорскому словарю, верно? Так что тут теория пазла, она не очень работает, да мне кажется, она просто даже не нужна. Тут действуют совершенно другие законы, законы цитирования, вот вы совершенно справедливо сказали про социальную историю искусства, законы цитирования, причем не только иконографического, но и стилистического. Вот как-то так, да? Спасибо. Я просто хочу сказать, что для меня после того, как я вычлечил вариативное и инвариативное, для меня стал вопрос тем, что у нас есть расширенный вариант иконографии непосредственно точно маркированный исключительно императорским заказом, в отличие от короткого, который идет в массовое производство, идет к другому зрителю, и этот вариант иконографии наполнен разными элементами, противоречащими друг другу, да, то есть это тоже ситуация двух-трех памятников с индивидуальной иконографии, которую мы можем исследовать, которую мы можем представить как действительно набор пазлов, просто каждый из этих пазлов имеет свою собственную историю, но в любом случае, благодарю, надо просто еще раз как бы освежить все это предисловие к рассуждениям о грозе. По поводу иконографии Артемиды, она, при том, что Аполлон Кефарет, она тут на большей части по-моему изображена везде именно с факелом, мне кажется более такая, они не параллельны, то есть она такая более археизирующая. Вы как-то рассматривали это сочетание? Как раз это я не рассматривал, но это очень хорошее замечание, потому что при этом в греческих памятниках она не то чтобы с факелом, как вы видите, хотя в греческом этом рельефе да, и замечу, что здесь Аполлон другой, и что явно источник другой, что вот эти рельефы с шествием богов, которые археизируются уже еще в Греции, где она с факелом, где они существуют друг с другом, и где они как раз существуют в той композиции, которая была использована Римом, но которую мы не видим в греческих сценах с либацией, то есть нигде как бы она за ним не идет, а она как раз совершает либацию, и вот довольно интересно, да, вот здесь она с факелом, да, да, и здесь как раз тоже вот этот выстраивается идущий, идущий между ними ряд, но нет либации, и во всяких вот этих вещах она, я так предполагаю, что вот одна из этих двух, нет, вот эта, по-моему, должна быть фигура, это должна быть она, но я здесь не берусь утверждать, это все нужно еще раз рассмотреть, и вот здесь Афина, да, там еще, да, ну, я как бы просто, просто, это все такие вещи, которые довольно, ну, кстати, их все просто очень, они хорошо описаны, все эти рельефы с шествием богов, археизирующие, здесь тоже она идет за Аполлоном и тоже держит факел, то есть здесь как бы можно говорить о том, что что с одной стороны из иконографии Лебации берется Лебация, убирается Артемида, а Артемида берется из другой иконографии, из иконографии шествия богов, где она шествует с факелом и шествует за Аполлоном, и да, то есть происходит некоторое смещение, совмещение двух иконографических источников, спасибо, я этого не замечал, кстати, нет, но Артемида с факелом это Артемида Геката, вот он, пожалуйста, связь с Лебацией, но а вот она никогда не бывает в Гекате там, она не изображается как Геката в сценах Лебации у Греции, но она Артемида Геката в шествии богов, где у нас Аполлон, Никифорет и Лебации нет, то есть это тоже довольно интересный момент. Может быть, это было более актуально для Рима именно плюс то, что на полотене стоял рам Весты, как-то они пытаются все вместе, может быть, собрать. Я думаю, что вполне возможно, просто это к вопросам о каких-то работе с источником я бы скорее, но это да, вполне возможно, слушайте, хорошая зацепка, я о ней не думаю. И можно попрошу прокомментировать, может быть, я достаточно внимательно слушала. А вот эти вот случаи такой сознательной имитации архаического рельефа, это специфически августовское изобретение или до него это тоже случалось? Нет, это еще существовало в Греции, просто и вообще все эти архаические тенденции, они спокойно как бы жили и даже в эпоху классики, просто я здесь как бы не берусь говорить насчет того, как глубоко понимали и воспроизводили стиль в греческих памятных разных эпох, но как бы то, что мы видели, ну как бы понятно, что это Греция уже под Римом, но это Греция это все равно Греция, то, что вот здесь справа. Просто нужно смотреть по мастерским, но вообще как бы люди проводят в исследованиях исследователи проводят довольно четкое разграничение греческой архаизации от римской и говорят о том, что римская она зачастую более эклектична, более условна и существует, конечно, там в контексте римского формализма, о котором мы говорили. все. Римского